Аммиасскому ученому Виктору Буслаеву Слава вышла далеко за пределы области. Да что там области? Со всей России и ближнего зарубежья к Виктору Буслаеву едут те, кто желает расширить границы своего сознания. Способности к живописи, экстрасенсорики, полное оздоровление организма. Все это возможно при посещении установок. Своими впечатлениями от посещений биоэнергетических установок с нашей съемочной группой поделились около десятка человек. Машина времени, космические зеркала или установка для расширения сознания. Как только не называют эти пять приборов, которые собрал миасский ученый Виктор Буслаев. Но суть от названия не меняется. Эти установки расширяют мировоззрение и даже космическое пространство. Для Алены Каратеевой побывать в установках было давней мечтой. Девушка посетила три прибора. То, что она там увидела, поражает воображение. Во-первых, время теряется. Я находилась 50 минут, мне казалось буквально минут 5. Абсолютное спокойствие в установке. Видела прошлое. То есть очень четко видела определенный день в мое семилетие. Прямо до мелочей. Я думала, что я его уже не помню. Это событие. То есть именно первая установка. Вторая установка запомнилась тем, что когда в нее входишь, казалось, ты входишь в поток энергии. Ты прям видишь, как будто горят какие-то лучи. Они идут по кругу установки. И уже во второй установке, когда тоже находилась, картинки являлись как будто голографический экран передо мной появлялся. И я наблюдала. Как мне показалось, это было мое будущее, потому что я видела женщину. То есть действительно мое лицо. И ребенка на руках, трехлетнюю девочкой. И в третьей установке, опять же, там видела тоже как картинки. Но там просто зеркальная стена. И ты просто смотришь на это зеркало, и тебе начинают появляться какие-то фигуры. У меня в руках казалось, там в виде пирамиды, потом круга, да и лучи солнца какие-то. Физические ощущения у испытуемых разные. Но все говорят о сильной стимуляции творческой энергии. Тамара Лагунова – психолог и художница. Изначально на установке она пришла с одной целью – глубже узнать себя. Прежде чем разобраться, помочь разобраться в другой душе, нужно разобраться в своей душе. Тогда ты знаешь путь. После эксперимента Тамара не может спать. В ее голове возникают образы и идеи новых картин, которые она пытается запечатлеть. Вот ровно неделю, я неделю, днем и ночью пишу картины. А вот для Инны Аскеровой из города Новосибирск писать картины днем и ночью не в новинку. Женщина более 20 лет назад закончила так называемый космический институт. И теперь носит звание планетарного художника. Я начинала работать, рисовать с нуля. Обучение шло через сны. То есть никогда не училась и не умела просто рисовать. Обучение шло через сны. Пять лет шло обучение. Менялся тип энергии. А дальше мне позволили рисовать уже для людей. Так сказать, моя дипломная специальность, это стала гармонизация людей. Творческие способности художницы развивать уже не надо. А вот подправить здоровье и развить логическое мышление никогда не помешает. Именно для этого женщина проехала более полутора тысяч километров и побывала в установке ощущения непередаваемые, говорит Инна Аскерова. Ну, после того, как меня хорошенько провибрировали, у меня над самой макушкой появился луч. Луч, который меня пронзил голову напоследок. И ощущение одетого шлема на голову. Сам изобретатель о своих установках рассказывает немного. Для ученого больше интерес представляют, что другие чувствуют и видят благодаря биоэнергетическим комплексам. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.